Лучшее в стране Слушатели и зрители знают, у тебя много работ на русском языке Одновременно с этим ты все-таки выступаешь еще там, в Голландии То есть ты на два фронта работаешь? Да Да? Тяжко? Обязательно, ну я обожаю это Слушай, а ты когда перебрался в Москву? Как давно ты уже здесь живешь? Шести лет, шести-семи лет Ну и туда ездишь? Туда езжу, ну выступаешь? Как-то все началось, потом я там опять жил, период такой два-три года Потом там все началось и потом как-то все так пошло Слушай, а музыку в основном выпускаешь на русском языке или нет? Последнее время да Вот сейчас мы как раз смотрели твой клип «Вчера», который называется? Да, «Вчера» Это была одна из моих первых песен Работ Да, работ И сейчас будет скоро и английские песни обязательно Потому что все-таки тоже Европой связан Связан Я люблю английский язык тоже Один из первых моих языков, так что А направление отличается? Вот то, что ты делаешь для русского рынка и там Там, я так понимаю, больше музыка клубная, да? Ну клубная, но я очень сейчас хочу очень в R&B зайти Более как раньше вот этот олдскул, как Крейг Дэйв, там Аркель и все На английском языке? На английском А в России? В России тоже R&B, но на русском уже, ну, новый, как я сказал уже когда-то Сейчас будет новый Алексей Монс, новая песня, новый стиль Новый стиль? Новый стиль полностью Мы как раз, дорогие друзья, хочу вам рассказать и открыть небольшие секреты Познакомимся, увидим новую работу, которая называется «Глупая» Чуть попозже Такая интересная юмористическая программа Поговорим как раз о вкусах Алекса «Глупая» — это, конечно, приурочено все к девушкам, которые что-то с собой творят Но не будем сейчас выдавать все секреты Это уже работа нового стиля, да? То есть о том, о чем ты говоришь Да, один из новых От него как раз идет все остальное новое Понятно Ты следишь за музыкальным рынком, российским Кто тебе нравится, кто импонирует Кого можешь выделить? Это хороший вопрос Ну, я смотрю более, конечно, на Запад Я от Запада больше хочу брать Но тут мне не нравится Мне просто нравится, как стиль идет, допустим Я всегда хорошо относился к Ане Лорак Егору Криду Полина Гагарина, Сергей Лазеров Ну, Сергей Лазеров, у него голос просто очень хороший Мне очень нравится Я люблю, у кого есть голос, для меня это важно Вокал все-таки важно Вокал очень, ну, для меня, да Хорошо, друзья, вы можете Алексу задавать свои вопросы Группа ВКонтакте, страна FM Вотсапфайбер 909-928-1-89-9 У нас небольшая пауза впереди Руки вверх, знаешь, такую группу? Да, конечно Знаешь, еще пепел старые хиты и песни На концерты ходил? А концерты, кстати, не было, но пел и в Голландии О, популярны там? Ну, я показывал люди Есть там голландские, есть русские бары Там есть в Амстердаме И руки вверх звучит, да? Там только и звучит Ну что же, мы сейчас как раз на руки вверх и прижемся Свежая относительная работа Называется на танцы А мы скоро к вам вернемся Лучшее в стране Программа «Лучшее в стране» продолжается В студии Лиза Калинина В гостях у нас сегодня Алекс Симонс Как тебе правильно Голландский исполнитель все-таки Или русско-голландский исполнитель, музыкант Голландский Говорящий на русском языке Свободно Какой ты молодец Слушай, я тебя поздравляю Русский же сложный Ты вот так свободно со мной общаешься Вот что мне еще интересно про тебя, Алекс Ты, насколько я узнала про тебя, прочитала много Еще увлекаешься актерским мастерством У тебя есть... Ну, ты обучался, да? И продолжаешь практиковать это все дело И что касается твоих работ, клипов Они у тебя тоже такие, как кино То есть это прям твоя такая фишка Ты настоятельно этим занимаешься Что клип должен быть как мини-фильм Да Да Это верно Просто я всегда любил актерское мастерство Допустим, я очень люблю Константина Станиславского Теории его и... Его систему Его систему, его теории, как он это все делал Круг вокруг себя И я его на английском учил И с этим я как-то живу И когда я снимаю клип, хочется просто Все равно это актерское мастерство как-то показать Надо, чтобы клип не был просто клипом А там был какой-то или хюмор Или какой-то смешной Сюжет Да, сюжет должен быть Обязательно И этим И всегда по идее хотел быть актером вначале Но как-то так появилось, что у меня голос пошел И все по-другому пошло Ну, в жизни все меняется просто непредсказуемо вообще То есть изначально ты собирался стать актером? Хотел всегда быть актером Хотел там большие сцены Там прям ехал везде Я был, я помню, я в Нью-Йорке Чтобы поступить там в NYU И в Juilliard Везде просто я ходил туда Монологи читал Плакал, смеялся, учился Мне сказали, возвращаясь через год Я возвращался, там хотели меня взять Потом у меня что-то голос пошел И все вообще по-другому пошло Ты мне сюда пошел голос? То есть начали проявляться вот эти вот локальные качества? Кстати, у тебя же 4 октавы, если я не ошибаюсь Уже сейчас 4, да Уже было 3,5-4 Да, ну от баритона, да, контр-тенор и все просто Просто я по-другому все это делаю Как-то я не знаю, это мой... Я учу себя То есть когда начали развиваться музыкальные способности Ты понял, так, ладно Это пока оставляем Развиваем музыкальное направление Как-то да, потому что голос Ну как от детского Может быть он меняется Но тогда он у меня поменялся Он еще не был вот такой голос Там какая-то октава была, что-то такое Ну не чтобы смотреть, что прям певец-певец А потом вдруг Не знаю почему, это не звезды Или это энергия Я не знаю, как это появилось, но у меня просто пошел голос И он пошел быстро И он очень быстро рос И я думал, это знак И этим знаком надо работать И я начал с ним работать А ты занимаешься... Мне просто интересно У тебя это входит в такой режим, что ты занимаешься ежедневно или не ежедневно вокалом? Конечно, обязательно, 5 раз в неделю Вокалом занимаешься? Ну, когда у меня нет концептов и нет ничего А так, ну, я сам себя распеваю Но когда у меня нет ничего, тогда... Ну, минимально 3 Минимально 3 всегда надо Раз в неделю? Три раза в неделю, обязательно Здорово Без этого никак Ну, слушай, сейчас ты попадешь в какие-нибудь мюзиклы Ты же понимаешь, у тебя актерское мастерство Голос, 4 октавы, все Мюзикл я бы... Заберут тебя лондонские сцены Ну... С удовольствием С радостью Если любая возможность, чтобы показаться Просто делать что-то любить действительно внутри себя Это самое важное, я считаю Слушай, а вот интересно, а в России ты когда приехал, большая конкуренция? Больше, чем там? Ну, не то, что больше, меньше Это неправильный вопрос? Ну, как вот здесь оцениваешь? Ну... Да и нет Потому что, ну, когда ты в Голландии, ты все-таки голландист Ты все-таки на своей территории Ну, да А когда ты сюда приехал Ну, я приехал сюда Я начал там учиться в школе И тоже все это делать И потом, ну, становился старше и старше И как-то понимаешь, что все-таки ты голландист Люди это понимают И... Менталитет другой Менталитет другой И как-то это в начале было трудно А потом как-то просто надо стенку ломать и ломать и ломать И получается... И освоился, понял И наконец-то получается Понял русскую душу Разгадал Полностью, да Да? И что, можешь одну фразу сказать? Вот какие они, русские люди Не знаю, у меня только позитивные Я их просто у всех очень люблю У меня менталитет вообще... Ой, и мы тебя Друзья, снимающая пауза Мы скоро вернемся Реклама И оставайтесь с нами Лучшее в стране Мы продолжаем, дорогие друзья Лучшее в стране И у нас в гостях сегодня Алекс Симонс Голландский исполнитель Музыкант Алекс, такой вопрос Ты сам, мне признался только что Ты пишешь музыку и слова В зависимости от песни Вот когда у тебя оно идет лучше? Когда тебе грустно? Когда тебе весело? Либо по барабану Это просто работа Садимся и пишем Вне зависимости от состояния Состояние очень большую роль играет И когда, допустим, я вообще Такой творческий человек У меня вообще часто настроение вот так То хорошее, то плохое Вот такое, да? Вот такое вообще Волна какая-то Или я... Как американские горки То есть эфир мы тебя могли увидеть В классное настроение Ты уже успел погрустить, позлиться Да, я все Все так Не, ну это важно Это важно, когда у тебя вот Когда ты пишешь Допустим, когда ты грустный Прям такое можешь написать Что вообще Иногда я такое пишу Я говорю, нет, вот это я просто Не могу выкладывать Это вообще просто Ну, слишком Личное? Даже если лично Чем я считаю это хорошо Но просто настолько эмоционально Что это меня будет просто Каждый раз трогать И тем больше эмоций когда ты поешь Чем лучше, конечно Ну, лучше я пишу, когда я такой Более Не понимаю, что я хочу Я более растерянный, я думаю Тогда я самый лучший Когда я веселый У меня не так получается А вот когда я растерянный Вот думаю о чем-то Вот тогда как раз Идет вот эта музыка То есть грусть Твоя мотивация пока Грусть, да Или просто растерянность, я думаю И музыка какая-то вот Непонятно У нас есть информация Я уже ее озвучила Что у тебя шикарный голос А ты можешь нам что-нибудь Исполнить сейчас Ну буквально так хотя бы Ну вживую Нам же Да я конечно могу Интересно Не важно Не распеть это не страшно Но я могу Моя любимая Аркель Не Аркель, а Крейг Дэвид У него есть песня «Walking Away» Давай Я буду ждать Это просто чуть-чуть Спасибо Класс Мы хоть познакомились И вот он Знаешь Английское произношение Класс Супер Ты знаешь Наши исполнители русские Тоже сейчас Хотят часто петь На английском языке Вот ты слышишь Акцент Не так Что-то поют Мне просто интересно Когда русские артисты Заходят на западный рынок Вот сразу тут читается Что Отс Не наш Акценты слышатся Слышатся Ну там Произношение Ну моментами Да Допустим Не знаю Для меня легко Потому что я как Ну европейец Когда просто поешь Ты просто поешь Ну это Иногда есть изюминка В этом Допустим У меня бывает акцент по-русски Люди говорят Это забавно Я на это жлюсь Я жлюсь В смысле Забавно Это смешно Ну а люди говорят Это такой забавный Что-то типа акцент Забавно Это же неплохое слово Мило Мило Ну это сразу я себя Как Мишка чувствую Да какой-то Маленький какой Вот и мы Так понимаешь Когда по-английски Говорим Смотри Сейчас эпоха Такая интернета Много Чего можно увидеть С одной стороны Легко раскрутиться Но с другой стороны Рассеивается внимание Просто всем артистам Сейчас даю Мне реально интересно Вот людям Которые сейчас Начинают Не которые 20 лет на сцене Вот это время Ну как бы Более Оно сложнее Или легче Вот как ты считаешь Сейчас Новому артисту Молодому Сложнее Легче Проявить себя Раскрутиться Что ли Я думаю Достаточно Сложно Сложно Но вот сейчас Как раз Допустим Если артист Более в хип-хоп Индустрии Допустим Будет намного легче Допустим Чем Кто-то Кто занимает Хип-хоп Рэп Хип-хоп Более Да вот А такое Будет полегче Потому что люди Сейчас это очень Они это кушают Им это нравится Сейчас Большая аудитория Очень большая аудитория Если Именно таким Им будет полегче Чем допустим Папсы Или Ну R&B Я вообще Отключаю Но Кто поет Но все равно Если веришь Надо всегда идти Потому что Стенку можно сломать И не важно Кто ты Откуда ты Его можно сломать И Надо всегда верить себе Это ты нам Прямо на путь Светал в этот понедельник Всем слушателям И зрителям Люди Ура Надо верить в себя Все получится Только так То есть у тебя мечты исполнялись Ты уже свидетель тому Что все это работает Еще не какие я хочу Все конечно Но Самое главное Не падать духом Когда ты упадешь То тебе надо стать А если не станешь То все пойдет Просто мимо тебя А если станешь Ты почувствуешь Лучше упасть Часто Побыть на получше Чуть И опять встать И почувствовать У тебя силы есть И это самое важное Потому что я люблю И мотивировать людей Ой Твоими бы устами Да богу в уши Друзья У нас небольшая пауза рекламная Мы скоро вернемся Оставайтесь с нами Лучшее в стране Алекс Зимонс Сегодня у нас в гостях Музыкант И мы сегодня Презентуем твою работу Которая называется Глупая И клип И песню Мы сегодня услышим Расскажи Несколько слов О том Что сейчас увидят И услышат Наши зрители Слушатели То есть Такая Юмористическая Работа Точно Это Просто Это И ирония И Хюмор Это все вместе Просто Это сделано Чтобы Ну как Это Типа Как Ну то есть Давай Как Степ чуть-чуть Может быть Вот Степ Степ Кого Расскажи Ну это Про Вот этих Телочек Да Правильно Сказал Потому что Кто Себя Делает По-другому И Не за Незанутренные Качества А просто Себя делают То они не должны Барби Какие-то Ну в общем Я работу Уже смотрела Алекс Посвятил Клип И песню Девушкам Которые Бесконечно Исправляют Свою внешность Делают Себе Губы Больше Грудь Больше Живот Меньше Пятую точку Больше Да Все что есть И я так понимаю Как ты говоришь Девушки все становятся Ну такими Какими-то Одинаковыми И искусственными Да Вот именно так И что ты говоришь Теряется Изюминка Изюминка Какая-то Да Вот это Да Я потом Ну расскажу Как эта песня Писалась И как Рассказывай сейчас Расскажи Это было Ну действительно Год назад И просто Когда период Такой жизни Что просто Все это Настолько Надоело Все вот это Вокруг тебя Творится Просто вокруг тебя Это все идет Что просто Злость Вот как раз Вот этот момент У меня была Злость И злость И вот это Творчество Появилось И просто Злость на этот Искусственный мир Не Просто я думаю Злость Из-за этого Злости на них Я решил Такую песню Зелать Ну вот я и говорю На них Период такой Я думаю Вот я проснулся Один момент Я думаю Все Я хочу клип Я хочу клип смешной И чтобы просто Это было Просто Чтобы все Поняли Вот ситуацию О чем я говорю О чем я прям Хочу То есть Что мы можем Из этого Дорогие девушки Вынести Твоими устами Мужскими Не надо исправлять Ни носы Ни губы Ни тело Это Ценится другое Ценится другое Что Рассказывай Что ценится Ну Ценится действительно Я очень смотрю Допустим Внутри Тоже Ценится Что есть внутри И ценится Когда человек Тебе просто понимает Даже без слов Ну то есть Глубокий Глубокий Ну нет Ну конечно Там Надо чтобы Приятно Тоже было смотреть Ну естественно Это понятно Есть грим Укладка И красивая одежда Все Все сделано Не ну внутри Вот Это тоже конечно Играет роль Ну вот это просто Был такой период Сейчас я может быть Отношусь этому Уже легче Уже полегче Ну это Слушай ну хорошо Давай вот мне просто тоже Раз уже такая тема зашла От чего Девушки к этому В таких количествах Прибегают Они не уверены в себе Они стесняются чего-то Ну Комплексы то есть Некоторые Некоторые комплексы Действительно сильные Кому просто больно Ну им Действительно больно Может их просто говорить Типа у тебя нету Там ничего Тебе надо больше Ну и они начинают Это делать Это комплекс уже А зачем Есть просто Когда ты уверен в себе Я думаю Ты можешь себя чувствовать Настолько Красивым Сделать Ну выглядеть хорошо Выглядеть И просто быть внутри Самое главное красивое Что просто Будешь всех притягивать себе Как раз когда Вот ты ходишь Просто на улице Вот мимо тебя Проходит какая девочка У кого такая энергия Ты чувствуешь просто все Ты прям чувствуешь Что ты просто хочешь Посмотреть на нее И поговорить с ней Такое бывает Это круто Короче Мужики ведутся на внутреннее Не только Я не знаю Есть и все Ну да Нет В твоем мнении Твое окружение Ведутся Вроде да На какой-то посыл внутренний Посыл внутренний Да Ну снаружи тоже конечно Но Это по разу Просто да Скажи А в Голландии Это тоже сейчас Популярно Вот это вот Менять в себе Все Да 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 Это заметил Это заметил Дорогие друзья Дорогие друзья Мы прямо сейчас уже готовы Посмотреть и послушать Клип и песню Глупая Ну уж не берите всерьез Но кто-то призадумывается Надеюсь Да? Да Ну что поехали друзья Смотрим У нас премьера На телерадиоканале Страна FM Песня Глупая Алекс Симонс Очень-очень глупая девочка Зачем же себе губы ты сделала Почему в ответ Слышу я молчание А не Зачем надуло грудь До педова Лицо твое Песят оттенка сырого Совсем не останешься Без внимания А не Просто знаю Кто же тебе надо Умел Сделать такие губы Вряд ли тебя Смогут любить Такую Такие для любви Такие для работы С ночи четверка И тогда Субботы Просто знаю Это Просто знаю Это Просто знаю Это Я не знаю Что со мной Потерял снова контроль Куда же все Сливаю бабло Сливаю бабло Как же задолбало все Задолбали эти куклы Задолбали эти лица Но на ком же тогда Мы будем жениться Просто знаю Кто же тебе надо Я умел Сделать такие губы Вряд ли тебя Смогут любить Такую Такими для любви Такие для работы С ночи четверка И тогда Субботы 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 Ты сделала Почему в ответ Слышу я Молчание Ани Сочем надуло Груди До пятого Лицо твое Пятьдесят Оттенка серого Совсем Я стану Еще без Внимание Ани Продолжение следует... Лучшие в стране По-прежнему Лиза Калинина в студии, Алекс Симмонс у нас в гостях сегодня. Познакомились мы с работой, которая называется «Глупая», посмеялись над девчонками, которые делают себе бесконечно пластику, так в открытую. И Алекс уже имеет цели на голландскую аудиторию это тоже перенести. Алекс исполнитель голландский, потому что там сейчас тоже это снова популярно имеется в виду. Грудь, губы, маленькие носики и такая внешность Барби. Внешность Барби, да. Серьезно. А мужчинам это не нравится, как мы выяснили. Ну, по крайней мере, Алексу и его друзьям. Кто снимал? Кто режиссер? Режиссер Валентин Гроссов. Он снимал и мою первую работу на клип «Вчера». Ну, на песню «Вчера» он тоже снимал. Это режиссер, который работал и с Текилой, и Брежневой, и всем. И мы с ним как-то хорошо подружились, и поняли друг другу по творчеству просто, как это все делать. Как это нужно. И начали просто работать. И после первого клипа вот я решил вот ему как раз написать для глупых девочки. И мы там такую катастрофу придумали до этого еще. Ну, потом чуть меньше это все сделали, конечно. Но мы друг друга понимаем, а это самое важное. Режиссер прям Валентин Гроссов. У него прям чувствуем друг друга, и это очень важно. Ну да, у вас такие вежи, как... У меня такая возникла ассоциация, как Барби, домик такой, да? Американский такой стиль. Американский стиль. Он очень любит этот американский стиль. И я очень люблю этот запад просто. И формат вот этот вот 4 на 3. 4 на 3 формат, да, американский. Недавно тоже Чарли Пуф выпустил тоже 4 на 3 клип. Это вот такое, ну, такое, да. Ну что, Алекс, рассказывай, какие у тебя планы впереди? Где тебя искать, смотреть, что ждет? В чем поделишься? Вот сейчас я... Вот как раз, когда я уже говорил в начале эфира, что новый Алексимонс. Новый Алексимонс, это значит, что скоро выходит моя новая песня. Новый стиль. Это R&B. Я могу сказать, как песня называется. Песня называется «Быть с тобой». Там и R&B, и там есть кусочек даже, где у меня есть чуть-чуть хип-хоп-рэп такой. Ну, R&B-шный рэп более, как... Ну, такой Craig David style. И планы, чтобы просто вот такое направление двигать, и чтобы люди брались за это и любили мое творчество. Чем больше, тем лучше. Просто хочется, чтобы показывать, что мы есть, что мы существуем, и что мы хотим... Ну, вот R&B, R&B, R&B. И планы, конечно, и с английской песней в Голландии, и в Запад завоевать. Это большие планы. Когда у тебя следующая поездка на родину в Голландию? Ты вот только вернулся же вообще? Да, вот только вернулся. Но ты же работаешь на две страны. Мне кажется, мой менеджер вот утром мне говорил, у меня там 2 или 3, или в 3 сентября я вот улетаю туда, у меня там клуб. Клуб Беверли называется, Беверли. В Амстардаме, там я пою, да, вот, голландские, английские песни, да. Голландские песни, кстати, тут в интернете нет, они все в Голландии. Да? Там специально, да. Но это другой жанр, я его использую как, типа, алексимос более голландский алексимос, а сейчас я больше занимаюсь русским. Слушай, ну в Голландии же там реально у вас такая движуха вся так клубная, диджеи оттуда, все голландские. Там диджеи, там вот можно прям прыгать на сцене, там вообще другое, но все равно это, я уже чувствую, это не такое, что меня уже тянет. Вот раньше, да, это больше было твое? Раньше меня тянуло, раньше вот клуб, там танцевать, там орать, смеяться, вот выступать круто, все вот это, прям энергия, прям наслаждаясь. А вот потом ты понимаешь, что все-таки, когда ты поешь Craig David, поешь R. Kelly, вот все-таки такое хочется, вот уикенд даже, вот такое вот. Романтического, душевного. Я люблю себя называть дерзкий романтик, такой чуть-чуть, дерзкий романтик. Ну, чтобы не совсем уж нюни-нюни, да? Чтобы был чуть-чуть дерзкий, да. Чтобы, да, да, да. Конечно. Когда снимаешь клипы, как работаешь уже, есть в планах? Вот клип я хочу, я надеюсь, в октябре новый снимать, но это еще не точно, я надеюсь над этим. Сейчас я работаю над некоторые дуэты. А, да? Это пока еще секрет, да, я работаю. А с какими, с русскими или нет? С русскими работаем, но это еще секрет, это пока я, это я держу в себе. Понятно. Ну, это такая интрига. Я буду на этом, я буду об этом говорить в Инстаграме тоже скоро. И план просто, ну, надеюсь, в следующий год могу иметь первый большой сольный концерт в Москве. В Москве? Я надеюсь над этим очень. Круто. Работаем над этим. Слушай, ну, мы тебе желаем успехов, мне очень понравилось, что ты так делишься своими, ну, как бы, эмоциями, советами. Давай еще раз, напоследок, кто к нам, может быть, только присоединился, кто находится не в очень такой простой ситуации, ты просто об этом неоднократно говорил, какое-то такое напутствие. Что падать духом не надо. Ну, как ты считаешь нужным? Ну, самое, допустим, что я думаю, самое главное, это просто не сдаваться, не важно, какую цель, допустим, не важно, хочешь ли петь, хочешь ли чем-то другим заниматься, если ты просто знаешь, что ты это можешь, в жизни все идет. Чтобы тебе никто не говорил, да? Чтобы тебе никто не говорил, как тебя не ругали, самое главное, чтобы ты верил в себя и падай много раз, падай, 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 но не забывай вставать, потому что, когда ты встанешь, ты себя почувствуешь действительно сильным, и когда встанешь, весь мир будет просто другой. И ты хочешь, чтобы это... Это надо тянуть. Надо тянуть вот эту хорошую, отрицательную... Отрицательное — это хорошо, да? Положительное — это хорошо. Положительную энергию надо себе притягивать. Спасибо тебе большое. Слушай, мы желаем тебе удачи. Очень рады познакомиться с тобой. Ждем работу и будем их смотреть на телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, у нас в гостях был голландский исполнитель, музыкант Алекс Симонс. Спасибо тебе большое. Спасибо вам. Увидимся, услышимся. Целуем, друзья. Пока. Ты в порваны куртки на руках.